Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы продолжаем путешествовать по Турции. Как мы сюда прилетели, как мы заехали, посмотрите в этом видеоролике. В прошлом видеоролике мы делились первой прогулкой по Стамбулу. У нас произошло знакомство Стамбулов, но оно было не совсем комфортное, потому что Настеньку накрыло, у нее очень сильно болело ухо. Весь полет прошел с больным ухом, сюда мы прилетели, обратились по страховке в госпиталь, но, к сожалению, в предыдущем видеоролике, тоже его посмотрите обязательно, нас не приняли. Почему не приняли, там рассказал. Но очень интересно, выпуск набрал вот такие вот комментарии, которые меня подвергли в такой типа шок. И я начал думать, а почему люди пишут такие комментарии? Либо они пишут это от боли, что у них, у самих в голове сидит такой таракан сэкономить на второй половинке, сэкономить где-то на детях, там на здоровье и так далее и тому подобное. Либо, я не знаю почему, возможно утешить свое эго. У нас же другой вариант, у нас просто есть страховка, очень классная страховка, покрывающая все максимально. Также покрывающая и экстремальные какие-то виды спорта, активный отдых, так сказать. И идти в госпиталь, платить сумасшедшие деньги за консультацию, за помощь, понимая, что у нас есть страховка и нас через пару часов должны и так принять. Как бы это, ну, какой-то сумасшедший ход. В общем, ребятки, сегодня в выпуске. Первым делом мы отправимся в госпиталь помогать Настенке. Потом мы отправимся гулять по Стамбулу, изучать его места. Так что не переключайтесь, досматривайте до конца. А еще мы сегодня попадем на интересного таксиста. Тоже обязательно досмотрите до конца. И, конечно, про страховку, как такую страховку оформить и главное, за сколько вы просто очумеете. Также расскажу. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если интересен канал, подписывайтесь, если не интересен, не надо. И погнали в Стамбул! Стамбул! Класс! Настенку оформляют. Вот, пожалуйста. Помогает переводчик. Девушка из Казахстана на четырех языках спокойно разговаривает. Вообще, молодец. Так, и сейчас пойдет на прием. Да, Мирошка, молодец. Давай, играй. Деткам дали подарки вот такие, с кем можно нарисовать, время провести. Доставай скорее. Ой, какая красота. Вот это сервис. Во, смотри, Мирошка, давай. Настенку забрали. Повела ее вот эта женщина, которая переводчик. Ну, примерно у нас в 21-м году такая же была история с больницей. Тоже наикрутейший госпиталь в Анталии. Тоже переводчики. Переводчик с тобой везде ходит и тебе помогает. Это, конечно, шикарная опция. Ну и сколько мы, считайте, сэкономили денег благодаря страховке. Вот так вот. А как сделать себе бесплатную страховку на всю семью? Она у нас бы стоила так 60 тысяч на месяц. А мы ее делаем бесплатно. Я рассказывал. В выпусках как-то заинтриговал. Наверное, кто-то из вас сейчас подумал, да, Славян гонит по поводу бесплатного страхового полиса. Нет, Славян не гонит. Я сейчас вам расскажу, как сделать и поделюсь с вами этим лайфхаком. Но вы обязательно это сделайте. Первое, что вам нужно сделать, это стать клиентом банка Тинькофф. Если вы уже являетесь клиентом, то все равно слушайте, и дальше будет информация для вас. Стать клиентом банка Тинькофф очень просто. Ссылочку я оставил в описании. Вам нужно просто по ней перейти и заказать себе обычную дебетовую карту. У вас будет пожизненное бесплатное обслуживание по моей ссылке. А также вы словите кучу бонусов, вплоть до того, что вам будут начисляться повышенные кэшбэки, повышенные проценты на остаток и много-много различных привилегий. Вы поняли. Просто нужно оформить карту. Совершить по ней первую покупку и получить все эти бонусы. Если вы уже являетесь клиентом банка, то вам нужно просто зайти в ваше приложение и оформить подписку премиум. По моей ссылке в описании оформить подписку можно гораздо выгоднее, так что ее используйте. Ну и последний шаг. Вы просто нажимаете на кнопку «Новый продукт» и делаете себе полис. Полис делается очень просто. Буквально там в пару кликов вы можете оформить полис для двух взрослых и трех детей. Нам это очень подходит. Обслуживание премиум подписки всего лишь 1999 рублей. И вы получаете кучу привилегий и полис для путешествий. Совершенно бесплатно. А если вы будете тратить по карте более 150 тысяч рублей, то обслуживание вашего премиального пакета будет совершенно бесплатно. Еще раз все ссылки и алгоритм, как оформить себе страховой полис бесплатно, я оставил в описании. Ознакомьтесь, почитайте, оформляйтесь. Становитесь клиентом лучшего банка. В общем, ребята, наконец-то я попала к врачу. Но, как и предполагалось, неутешительно немножко, потому что, если бы это была просто пробка, ее бы промыли, и мой слух бы вернулся ко мне. Давай, давай побыстрее. Но, так как у меня оказалось все-таки воспаление из-за того, что я ныряла в океане, вот это ухо воспалилось, и врач мне сейчас промыл, заложил туда мазь, сказал, что будет еще болеть, а болит вообще ужасно. Лучше, говорит, попить обезболивающее несколько дней, чтобы отек спал. Вот пока заложенность не ушла после промывания и мази, заложили вот мне ватку здесь с мазью. Сейчас мы пойдем в аптеку, купим лекарства. Что я хочу сказать, медицина в Турции крутая. Это мы еще убедились в 21-м году, когда болели ковидом здесь. Мне очень нравится сервис частных их госпиталей тем, что у них есть переводчик. Сейчас с нами младевушка из Казахстана. Она говорит, да, им еще и детишкам дали карандашики с разукрасками, хотя я там находилась буквально 10 минут. В общем, что мне нравится, что есть всегда переводчик, который все переводит, который помогает документально все сделать. То есть по страховке ты приходишь, и тебе помогают, ты не потерянный. То есть я думаю, вряд ли в обычном больнице или поликлинике с тобой будет работать переводчик. Вот так что, вот такие дела, ребят. Надеюсь, что сейчас будет уже все лучше, будем лечиться. И дай бог, полет пройдет в Анталию у меня нормально. Сейчас еще связался со страховой, спросил, возместят ли нам лекарства. Они написали, что типа да. Сохраните чек и рецепт, и пришлите, и мы все возместим. Здорово. Мы живем вот на вот этой прекрасной улице. Здесь так атмосферно гулять. Мы просто ходим и ходим и ходим по ней. Здесь ходят еще трамвайчики. Машины не ездят, только трамвай. На этой улице можно одеться. Вот, например, всякие разные магазины известных брендов и неизвестных брендов, и местных брендов. Огромное количество заведений, где можно покушать местную еду и не только. Огромные турецкие флаги. Это, кстати, Турция очень сильно вообще отличает, что у них везде флаги. Такое, знаете, самовыражение у них проявляется. Вот, кстати, трамвайчик, про который я говорил. Таксим, туннел, или как там правильно читается. Красота. Видел я, что на этот трамвай запрыгивают детишки прямо назад и катятся. Я думаю, что тоже попробуй так сделать. Сейчас, кстати, вот здесь вот висел термометр. 21 градус сейчас в Стамбуле. Да, ветер дует. Посмотрите, какие ворота. Куда-то они тут ведут, непонятно, что это. И, походу, у нас все, что ли, закончилась улица туристическая. Ах, это нет. Она туда дальше. Идет здесь, получается, если вот налево пойти, то можно попасть уже к морю. Я туда в море дойдем. Пойдем, пойдем. Идти долго, правда? Да. Ну, так. Ну, не то, что долго, нормально. Эта улица продолжает туда уходить, а мы решили все-таки пойти сходить к морю. Вот его отсюда, на самом деле, уже видно в этом проулке, но оно далековато. Но ничего страшного. Отойдем. Ну, посмотрите, как здесь атмосферно. Вообще, в Стамбуле прям бросается в глаза дорого и бедно. Вот прям очень. Здоровско. Ничего себе. Посмотрите, все, машина, машина, машина. Посмотрите, какой спуск. А потом надо будет преодолевать серьезный подъем. Мы уже как-то говорили, что мы очень соскучились по сокам, особенно по гранатовому соку. Ой, вообще, красота. И вот мы идем сейчас без палаточка. Купим. Вот цены, смотрите, сколько стоит. Это очень вкусно. Ваше здоровье. Мы почти дошли до моря. Оно уже виднеется. У нас здесь, смотреть правую руку, такая очень интересная мечеть. Прям архитектура мечети потрясающая. Она как-то не похожа ни на какую, которую мы видели. И возле нее есть вот такая площадь. Ну, а вот туда, если вы посмотрите, и вам будет видно, там уже море. Перешли мы дорогу на эту площадь. Вот она мечеть, о которой я вам говорил. Вот еще мечеть с этой стороны. Традиционно огромный флаг Турции. Там какая-то у нас есть то ли площадка, то ли что. В общем, какой-то сквер. Решили мы пройти через него, чтобы пасть на набережную. Видите, что такое фиолетовенькое. Сейчас посмотрим, что это такое. А, вообще, как я понимаю, походу вход в метро, что ли. Походу дело. Вот этот вот. Инсталляция это Рамадан Карим. Наверное, я правильно прочитал. Истамбул модерн. Ну да, да, видишь, как это поставили. Прямо сейчас вместе с вами попадаем на набережную. Но проход туда через досмотр. То есть, ну, снимаете там телефоны, сумки, все дела. И попадаешь. Вот так вот. Посмотрите. Какая красота. Здравствуй, море. Давно не виделись. Посмотрите, какой здесь торговый центр. Ну, получается, вот через него входили. Блин, как круто. Ходят кораблики, экскурсии. Гигантские чайки. Смотри, Мирошка, кто там? Смотри, какие чайки. Ой, а здесь, походу, ночь что-то все подсвечивается. Вот эта вот вся набережная получается. Видите? Фонарики. Ой, Мирошка, да. Так, за линию и за желтую не заходим. И вообще, смотрите, в какой мы красоте находимся. Вот это вот. Это Босфорский мост. Вот если мы сюда поворачиваем, где вот холмы, там мраморное море, Стамбул, Босфорский пролив, который делит Европу, Азию. Вот слева Европа, справа Азия. Вот так вот. В каких мы местах. Великолепная. Да, Мирошка? Это шикарнейшая набережная, которая, видимо, идет вдоль всего пролива. Можно взять экскурсию, прокатиться. Вот это не знаю, что за башня. Высоченная, смотрите. И вон какая огромная мечеть. И мост. Вернулась та же чайка к нам. Мирошечка, аккуратно. Ой, бедолага. Кушать хочет. Как вам набережная? Мы только в самом начале. Пойдем сейчас туда-туда-туда. Думаю, до моста дойдем обязательно. А если же получится у нас, то пройдемся по нему. Сегодня будем гулять много. Дай, чайка. Мирошки так нравятся. Чайки, да, сынок? Он так на них круто реагирует. Блин, Стамбул вообще встретил нас в такой невероятной погоде. Да, вон, черная. То ли лебедь, это кто? Черный плавает, то ли черная чайка. Не, ну чайка она вряд ли. Короче, какая-то черная птица. Солнце светит второй день. Потрясающе. Надеюсь, и будет здесь солнце. Кстати, смотрите, вот здесь начались такие кафешки. Прямо в два этажа. Можно просто купить вот здесь вот. Попить чай, кофе. Здорово. Ой, да, да, Мирошки. Вот видите, черная. Да, Мирошки. Ой. Артемка говорит вот на эту башню. Говорит, папа, это Шри-Ланку видно. Коломбо, башня, лотос. Да. А вот на вот этом островке, видите, сколько там мечети. А вон там даже видны снежные горы, между прочим. Парни лежат, наблюдают, как волна разбивается от бетон. Что, Мироша? Да, вижу, вижу, аккуратно. Но он сколько эмоций. Мы дошли до конца этой набережной. Кстати, вот этот участок, он очень знаменитый. Здесь снимают начало своих выпусков. Огромное количество блогеров, которые берут у кого-либо интервью. И именно вот здесь, в Стамбуле, происходит начало. Смотрите, какая здесь архитектура. Прикольная. Дома. И вот там вот наверху мечеть. Да, очень классно смотрится. Мы ушли с набережной, идем здесь вдоль дороги. И хочу вам показать. Посмотрите, какая там лестница. Посмотрите, она вот так вот между зданиями прям идет. И туда, 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 наверх. Я даже не понимаю, как ее люди преодолевают. То есть сюда же люди постоянно ходят, спускаются. И это у кого-то каждодневный маршрут. Нифига себе. Вот это да. Еще немножечко налички. Как же здорово, что у нас есть турецкая карта. Это прям very good. Постоянно про это говорю. Наверное, уже даже надоел, да? Давай. Давай, поехали, Миросик. Идем в мечети. Не в самом внутри, конечно. Вот так вот с краю. Она закрыта на реставрации. И вот она, архитектура Стамбула. А там море. Мы идем вдоль пролива в сторону моста. Посмотрите, какие прикольные картины. Просто черточки, знаете, но издалека сразу видно, что Стамбул. Такая плотная застройка. Классно вообще. И вот эти вот картины, получается, вдоль всего забора. А вот это уже трамваи обычные, как в Анталии. В Стамбуле вот первый раз гуляем, первый раз видим здесь трамваи. Мирошка, смотри, сейчас трамвай поедет. Мирошка. Мирошка. Станция метро. Продают семитики. Даже есть, кстати, шоколадные семиты с кремом семиты. Смотри, шоколадные, видишь, семиты? Вы такого не видели. Банкоматы. И самое, что я хочу показать, это топливо. Смотрите. Моторин 2108 стоит, а дизель 2246. Когда мы путешествовали по Турции, вот получается, в январе стоил по 27, прикиньте. А газ стоит 1053. Сейчас я делаю здесь конвертацию. На сегодняшний день лера 4.3. А вы в комментариях напишите, какие сейчас цены в России на топливо. Посмотрите, какая классная яхта. Там стоит арка. И здесь, на этой яхте, видимо, проводят церемонию бракосочетания. Прикольненько, да? И мы снова, кстати, на набережной. Снова мечеть. По-прежнему Босфорский пролив. Босфорский мост. Соединяющий Азию и Европу. Какая мечеть, да, тоже. И она тоже на реставрации. И, кстати, вообще все реставрируют. Вот арбузики продают, пожалуйста. Уже порезанные. Готовенькое уже все. Кстати, здесь очень тоже развиты велосипеды и самокаты. Ой, какие классные часы. Посмотрите, ратушь какая. Здесь стадион футбольный. С Сузерпласа. Надеюсь, я правильно почитал. Развязочка. Так. А мы переходим дорогу и идем гулять как раз туда. Гириш энтранс. Написано, не знаю, что это такое. Сейчас посмотрим. Возможно, даже билеты будут платные. А возможно, нет. А, ну, проход, в общем, через досмотр. Если я правильно прочитал, то мы, получается, сейчас находимся на территории Долма-Бахче-Сарай. Посмотрите, как здесь... Во-первых, вот эта ратуша. Какого века она, я даже не представляю, как все сделано. И вот этот забор. Но, чтобы сюда зайти, видимо, в сам внутрь, да, вот в музее, нужно купить билеты. Вот он, тикет-офис. Мы вовнутрь не пойдем. Мы хотим просто посмотреть все это дело снаружи здесь. Погулять. Обалдеть. Что? Здесь есть гарем. А-а-а. Сейчас будем покупать. Здесь есть гарем. Долма-Сарай-Сарай-Сарай, это дворец турецкого приводит. Да, вот. Мне тут написано, вот. А, вот. Place 450, студенческий 70 лир. Вообще, надо покупать здесь, получать ВНЖ, покупать карту. По карте там вообще копейки. Вход стоит, как местный. Вот, а для туристов, конечно, цены космические. Не находишься, как говорится. Да. Постройка магия. А, вот. Вот все, что есть. Вот залы разные. Ага. Турецкий. Это можно все посмотреть. Вот мы и посмотрели. Это все находится здесь, на территории. Ну, сейчас сходим вот так немножко, прям подснимем, что здесь есть. Вот он вход. Вот он выход. Блин, какое все расписное, ай. Ай, ну и отсюда неплохо видно, как говорится. Ну, там можно войти вовнутрь. Ну, вовнутрь в любом случае не пойдем. С детьми все-таки мы не ходим. Ну, такое прекрасное место в Стамбуле. У нас отдых. Там не стоит. Лежим здесь вот так вот на траве. Надеюсь, нас не выгонят. Мы прошли сегодня очень много километров. Но еще идем. Цель – мост. А потом на такси домой. Что, мы вас замучили? Да, я хочу домой. Это очень много. Я хочу домой. Находились. Это вход с другой стороны. Такие ворота. Ничего себе. Но они закрыты. Почему-то здесь входа нет. Решили мы в Дамастане идти. Что-то посмотрели. Три километра еще. И так много уже прошли. Сейчас будем вызывать такси. И на самом деле, если в Анталии, в Аланье так удобно, пришел, подошел на банку, нажал на дерево, и все. И такси уже подъехало. То здесь вообще другая история. Здесь нету банок вообще. И как ловить, хрен его знает. Одно такси поймали. Говорит, на той стороне ловите. На эту сторону перешли. И когда мы подходим, он адрес посмотрел. И в итоге говорит, 200 лир. Тут идти-то я не знаю до дома. Километра может быть 2-3. На наши это почти косарь, что ли. 800 с чем-то рублей. Ничего себе. Вообще, конечно, таксисты. Вот здесь это особый какой-то народ. Блин. Самое интересное. Вот мы с аэропорта ехали, когда трансфер этот стоит. Я говорю, сколько стоит? Я говорю, километр сколько? Он говорит, 9 лир. То есть, по сути, нам там 45 километров ехать где-то, ну окей, максимум 500 лир мы должны заплатить. В итоге, пока едем, он говорит 700, потом говорит 745. Когда приехали, я ему отдаю деньги. Он говорит, 800, потому что еще был автобан. Я ему чуть, короче, матом уже говорю, да пошел ты, говорю, в жопу, блядь. И, короче, вообще это жесть. И вот сейчас то же самое получается. Просто меня удивляет, неужели они не понимают, что такая тема возвращается. Вот они не должны возить по счетчикам. У них в машине стоит счетчик. А он мне берет фикс-плату какую-то, говорит 200 лир. Вообще жесть. Я, конечно, человек принципиальный. Я из принципа платить не буду. Я пешком дойду. Как бы вообще не обломаемся. Но давать такие деньги, вообще офигеть. Все-таки мы едем на такси. Остановили. И вот, едем. Вот, прикиньте, мы доехали за 25 лир. А тот нам зарядил 200, представляете? Прикиньте, вот мы по счетчику доехали. Это получается что? Во сколько разница? Во сколько? В 10 раз разница, представляете? Вот так вот, если в Стамбуле будете гулять, обязательно катайтесь только по счетчику. Экономия будет обалденная. Вот так вот. На своем опыте все проверяем, смотрим, как обычно, да? И с вами делимся. На нашем проулочке берем яблочки. О, как мы давно это не ели. Точнее, мы там покупали пару раз яблоки. Просто они там... Не пару раз, просто мирошки. Золотые. Вот 200 рублей это яблочко. 200 рублей там стоит одно яблоко. Это, конечно, вообще трындец. Да, это клубничка, сынок. Но клубничку в Анталии будем кушать. Яблочки возьмем. Давай. Вот это мы находились. Да, уж, слушайте. Стамбул такой горный. Нереально. Оказывается, Стамбул это очень горный город. На горах, в горах, с узкими улочками. О, да. Ну что же, второй выпуск из Стамбула можно завершать. Кто не подписался еще на канал, обязательно подписывайтесь. Но в том случае, если вам интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты. Не забывайте, что все самые важные и нужные ссылки для классных путешествий есть в описании к этому видеоролику. Переходите, смотрите. Будем ложиться отдыхать. Завтра нас ждут новые приключения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok